Примерно в 1915 году бедные эстонцы, проживавшие в городе Ревеля, он же Таллин, столкнулись с серьезными проблемами. В условиях перенаселенности квартир и ограниченного доступа к элементарным удобствам жизнь малоимущих зачастую была тяжелой и трудной. Квартиры, как правило, были маленькими и тесными, одна большая семья жила всего в нескольких комнатах. Нередко в одной квартире теснилось несколько семей, в однокомнатных жили 6-7 человек, а в больших двухкомнатных – до 10 и более. Нередки были еще более тесные условия, иногда в одной квартире проживало более 20 человек. Теснота усугублялась еще и тем, что на оплату коммунальных услуг зачастую уходила значительная часть дохода. В 1915 году электричество и водоснабжение не были широко распространены, как сегодня, поэтому большинство жильцов имели весьма ограниченный доступ к водопроводу и свету из внешних источников. Туалеты можно было найти только в некоторых домах, в основном комнатных, а душ отсутствовал или был редкостью. Часто элементарная гигиена сводилась к купанию с помощью ведер, наполненных холодной водой из расположенных поблизости насосов. Стоимость аренды квартир тогда была значительно ниже, чем сейчас, хотя цены варьировались в зависимости от состояния здания. Обычно квартиросъемщики договаривались о том, что в обмен на поддержание порядка и чистоты в доме они будут платить фиксированную сумму, что значительно снижало конкуренцию между квартиросъемщиками, ведь никто не хотел, чтобы из-за чьей-то халатности страдало содержание его дома. Еще более усугубляли ситуацию непомерно высокие цены на продукты питания и другие товары первой необходимости. Дефицит продовольствия, вызванный Первой мировой войной, привел к тому, что многим жителям не хватало денег на то, чтобы ежемесячно собирать деньги на стол, а завышенные цены местных торговцев еще больше усугубляли ситуацию, так как потребители были в выигрыше, если им вообще требовалось пропитание. Тем не менее, многие жители все же находили выход из бедности, работали на нескольких работах одновременно, продавали подержанные вещи из дома, в общем использовали любые средства, поскольку возможности борьбы с бедностью, такие как социальные пособия и программы помощи в трудоустройстве, в то время были очень ограничены по сравнению с сегодняшним днем. Молитва тоже давала большое утешение в те трудные годы, вера давала надежду там, где надежда казалась невозможной. Образ жизни 1915-х годах в Ревеле оказался сложным и в то же время обнадеживающим для его более бедных жителей, да, был дефицит, но была и вера в то, что светлые дни всегда могут наступить снова, если каждый будет упорствовать, понимая, что мы, люди, сильнее вместе, чем порознь.